Полесские чтения, что проходят раз в три года, в этом году посвящены нашему земляку-юбиляру. Тема, что объединила краеведов Орловщины, в этом году фольклорист Павел Якушкин. Писатель-этнограф, путешественник, наш земляк. Тот, кто в прямом смысле слова ходил в поля за уникальными культурными наследиями. Павел Якушкин, каков он был в нюансах и что о нем было неизвестно до сегодняшнего дня. Главные вопросы, что звучали в ходе дискуссий на очередных полесских чтениях. В этом году 200 лет Павлу Ивановичу Якушкину, первому профессиональному фольклористу России. И, безусловно, вот настолько эта земля пропитана, Хатенецкая, Ильинская, Орловская, Полесье, песнями, народным фольклором, частушками, прибаутками, обрядами. Это же вот такое вот место. Выходец из зажиточной семьи больше походил на крестьянина. Черная суконная поддевка, высокие сапоги с напуском, без калош. Таким он и был запечатлен на фотографиях, которые представил из своих фондов в музее Тургенева. Сделали большой баннер. Часть выставки, которая была в музее, выставка была большой, наполнена и предметами музейными, и архивными, уникальными документами, опять же, да, уже в научной обработке они сегодня прозвучали. Путешественник, с чьим смыслом жизни была охота за народным творчеством и дорога. Я, как филолог, много занималась образом и дороги, и пути. И Якушкин для меня открылся именно как пешеходец, благодаря вот этим полезским чтениям. Человек-странник, человек с определенным, таким нравственным, очень устойчивым вектором. Человек, который совершенно особенно понял русскую культуру, русский национальный характер, именно через образ постоянного движения. Его талант, как показывает время и подобные мероприятия, еще предстоит раскрыть в полной мере, показав почитателям. Анастасия Гришина, Алексей Нескин, телеканал Первый областной.